Приветствую вас! Первое, о чём я хотелось бы сказать, это, наверное, то, что далеко не всегда работа с компьютерами связана с программированием. Я, конечно, не знаю, но думается мне, что далеко не всегда. То есть, здесь, конечно, ситуацию требуется рассматривать более, так скажем, детально, да, то есть, ну, именно, вот, в контексте того, что ваше, что не ваше, вот. Но я думаю, что у вас какое-то несколько ограниченное восприятие того, чем вы можете заниматься. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, можно работать с компьютерами и не в сфере программирования. При этом имеем математический склад ума, да? То есть, это могут быть выполнения каких-то графиков, это могут, может быть, выполнения каких-то таблиц, что-то, может быть, проведение расчётов. В конце концов, это может быть просто самый, скажем, скажем, скажем так, самый банальный, и простой вариант работы с компьютерным железом, да, то есть, просто ремонт, починка и так далее. Вот. Там-то тоже математический склад ума вроде бы приветствуется. Вот. То есть, мне кажется, что, вот, в этой части, в этой части вы как-то себя чересчур ограничиваете, вот, и... Я понимаю, почему, потому что у вас есть родители, у вас есть мама и папа, которые для вас чего-то хотят, которые о вас так, так вот, беспокоятся, что, ну, чтобы их ребёнок реализовался, скажем так, да, в профессии своей. Вот. Вот. Это, конечно, здорово, но здесь, на мой взгляд, есть очень большой риск того, что вы потеряете свою самостоятельность, вот. Мне кажется, что вы уже потеряли свою самостоятельность или, может быть, часть своей самостоятельности вы потеряли, вот. Из-за такого отношения к себе, потому что, ну, вот, решать, решать этот вопрос. Вопрос, вопрос, именно, связанный с профессией, да, нужно вам только, а не родителям. А у меня такое ощущение, да, что вы для, вот, своих родителей, там, готовы делать всё, что вообще нужно и не нужно. Вот. И вот этот момент является самым тревожным для вас, потому что это лишает вас какой-либо свободы воли, и это не позволяет вам действовать так, как вам бы того хотелось. То есть это не даёт вам выстраивать свою жизнь так, как вы хотите. Вот. И если это действительно так, то для вас это определённый повод, чтобы задуматься на тему того, а вот, правильно ли я делаю, что в случае родителей, вот, в контексте, в контексте работы, в контексте того, чем, чем я буду заниматься, вот. Правильно ли я делаю, потому что родители-то, они судят со своей стороны, а вам-то нужно со своей стороны судить. Соответственно, нужно разделить здесь, где вы, да, где вот ваши желания, где то, чего вы хотите и то, чего хотят родители. Вот. А это, я так понимаю, не так просто сделать, потому что, ну, вы достаточно сильно привыкли к тому, чтобы прислушиваться ко мнению родителей. Вот. И себя, свои собственные желания, вы уже вполне вероятно привыкли подавлять просто-напросто. И если это так, если это так, то необходимо сделать паузу небольшую, может быть отдохнуть немножко, пожить просто для себя, поработать на какую-нибудь, ну, вообще, левой работе, то есть, которая не относится никак к тому, что делаете вы, вот, к тому, что, ну, к тому, чем хотели бы заниматься вы, вот. И дальше уже смотреть по своим чувствам, то есть, что здесь, вариант здесь только пробовать на самом деле. Это только пробовать, пытаться делать какие-то ошибки, возможно, без ошибок, понятное дело, никуда. Вот. А, значит, делать ошибки, пробовать получать обратную, так скажем, связь от того, что вы делаете. И уже, вот, исходя из этого, из того, что вы будете получать, уже исходя из этого и, собственно, делать выводы, чем вы будете заниматься. А пока это очень похоже на то, что вы пытаетесь найти какой-то компромисс между тем, чего хотят родители и тем, чего хотите вы... То есть, я бы здесь обратил внимание на личные границы ваши. То есть, насколько они, то есть, насколько они личные, личные границы у вас простроены. Именно по отношению к вашим родителям. То есть, насколько вы понимаете, что вот есть я, и это моя ответственность, это мой выбор. И, соответственно, мои ошибки. Вот. И, кстати, есть другие люди, например, ваши родители, у которых есть их выбор. И их ошибки, соответственно. Вот. Вот мне кажется, что нажать нужно с этого, потому что... Иначе ситуация будет постоянно складываться так, что вы будете чувствовать себя неудовлетворенным, а не в своей тарелке. И как будто бы, знаете, не на своем месте. Вот. Мне кажется, что вот, в принципе, в принципе, можно так вам ответить на вопрос. То есть, ваша проблема, она заключается в чем? Ваша проблема, она заключается в том, что вы не знаете, чем хотите заниматься. Да? Если вы не знаете, чем вы хотите заниматься, то я полагаю, что связано это с состоянием апатии. Ну, у вас состояние апатии. Состояние апатии, в свою очередь, связано с тем, что вы испытываете давление, ну, на себя. Вот. И, соответственно, это давление мешает вам свободно поступать так, как вам, например, этого бы хотелось. Так что, для начала, для начала, нужно избавляться от давления. То есть, нужно уметь, грубо говоря, или учиться, говорить «нет» всем тем людям, в том числе и родителям, которые вам что-то советуют. Даже если они это делают с хорошими мыслями, с хорошими целями и так далее, это не важно. Нужно, значит, вот нужно говорить «нет», нужно уметь говорить «нет». И при этом, да, при том, что вы говорите «нет», не чувствовать вины своей за это. Вот. Потому что, ну, вину вам чувствовать, вообще-то говоря, не за что. Вот. Ибо вы, в общем, имеете на это полное право. Вот. Вот. Но понятно, что есть те, кто так мечтает. Вот. Так что, надеюсь, вам моя мысль ясна, что вы сейчас не свободны в своей позиции, вы сейчас не свободны в своём выборе. И именно эта несвобода порождает вот эту вот неуверенность, которая и привела в итоге вас к нам. Вот. Выбор-то всё равно за вами. Что вы делаете? Жить-то всё равно вам. Так или иначе. Понимаете? Вот. Чем быстрее вы это поймёте, что жить вам и что выбор ваш, чем будет лучше для, опять же, вас. Вот. Вот. Ну, да, родителям будет, родителям будет тяжело это принять и родителям будет тяжело это понять. Да. Это так. А родители будут, ну, возможно, даже сопротивляться. Вот. Ну. Тому, что вы делаете. Но это нормально. Это нормально. Вот сопротивление родителей, преодолеть сопротивление родителей и сказать им нет, это и есть, пожалуй, первое с чего вам нужно начать. И когда у вас, когда и если у вас это получится, вот, у меня можно будет говорить о том, чтобы прислушиваться к своим чувствам. Вот. Есть такой сценарий, да, жизненный, он называется бесчувств. Вот. 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 Когда человек просто-напросто не привык доверять своим чувствам, вот, а привык полагаться на других. Вот я уверен, что вам это знакомо, бесчувств. То есть, что я чувствую, не так важно, важно, что там, ну, грубо говоря, от меня, да, хотят другие, что вообще, значит, от меня ждут. Вот что важно. Как бы, ну, как бы думаете вы. Вот. Это деструктивная позиция, потому что нужно думать именно, именно о себе в первую очередь. Понимаете? Все, что вы делаете, вся забота о себе, вот, вся забота о себе. Она начинается с своего рода, знаете, такого, ну, абстрагирования своего рода автономии. Вот. Так что, обратите, пожалуйста, на это внимание. Тогда вам будет гораздо проще выбирать. Ну, а по профессии здесь нужно, просто еще раз повторю, пробовать, то есть, для начала, вот, в контексте знаний своих, посмотрите, да, то есть, именно контекст знаний, знаний. То есть, что вас привлекает чисто на, например, теоретическому уровне, да, вот, что вам, ну, что вас интересует. И, мне кажется, мне кажется, что вот с этого и нужно начинать, опять. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Благодарю. Спасибо.